С 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Все это из-за пандемии коронавируса. В Алматы закрыты кинотеатры, театры, отменены массовые спортивные мероприятия. Под запрет попали даже семейные торжества ИТОИ. Алматинцев просят соблюдать правила гигиены, не выходить в места массового скопления людей. Несмотря на введение режима ЧП, людей на Алматинском Арбате не убавилось. Мы решили поинтересоваться у горожан, что они думают по поводу вируса. И как собираются себя обезопасить. Давайте узнаем. А вы слышали про то, что у нас в стране ЧП введен? Ну, в режим ЧП. Слышно, но что-то не видно. Защита граждан, думаю, на первом месте всегда должна быть. Кто-то говорит летучие мыши, некоторые говорят морепродукты. Некоторые говорят вообще специально туда запустили, в этот город. То есть, кому в каком словом верить? И вот из-за этой глупости весь мир сейчас попадает. На самом деле, был вирус, на самом деле, был бурн, был вирус, был антипиоген. Вы видите, у людей все нормально, спокойно. Это просто ажиотаж, кому-то надо делать. Так в целом, надо, конечно, следить за собой, за чистотой, повязкой. Все такие нужные вещи нельзя пренебрегать. У нас вообще беспечный народ в целом. Ну, если честно, мы вообще не верим в это. Просто, как бы, защищаем себя. Мы с Акибастуза приехали с Павлодара. А у вас там карантин не объявляли? Объявляли. Ну, нам все равно. Как думаете, на сколько ваша маска защитит? На процентов 30, наверное. А за сколько покупали? За 150. Маску за сколько взяли? За 200 нига. Это очень дорого. Антисептики, да, они сейчас сколько стоят? 2000 нига они стоят? Масок нет. Сейчас случайно. Только зашел в эту социальную аптеку и вот там взял. Ни в Астане нет, ни здесь нигде нет. Люди говорят, что в городе огромный дефицит масок. Их нет или продают очень дорого. Вот мы сейчас как раз недалеко от аптеки. Давайте проверим. Маска. Антибетик. Маски. Спирт. Спирт есть в виде раствора только. Вот такой вот. Антистартик вам надо, наверное, нужен. Да? Нету, говорю. Нет антистартика? А антистартики почем? Антисептики нет. А будут лежать? Не знаю. Здравствуйте. А у вас маски есть? Нету. А антисептики есть? Тоже нету. А у вас есть маски? Маски есть 165. Обычные маски, да? Да, обычные маски. А антисептики есть? Вообще жопот. Нигде нету. А у вас сад поем за выжившийся? Не знаем даже. Антисептики для руки сколько? Только скидка. А это маски? Маски. А вообще почему маски были? 86. Такая ситуация с масками. Действительно, люди не врут. В некоторых аптеках их уже не осталось. Антисептиков тоже. Вообще многие аптеки продают маски по разным ценам. Это от 160 до 200 тенге за одну обычную одноразовую маску. Больше 10 штук на одного человека масок не выдается. Вот уже несколько дней в социальных сетях, в том числе в мессенджере, распространяют фейковую информацию о том, что продукта в первой необходимости скоро будет недостаточно. Но как мы видим, мы приехали в один из крупнейших супермаркетов Алматы. Здесь ажиотажа не наблюдается. Продуктов всем хватает, полки не пустуют. И поэтому просим вас убедительно смотреть Тенгри ТВ, читать Тенгри Ньюс и верить только достоверной официальной информации. Все. Интересно, что почти в каждой корзинке потребителей есть мука, макароны и туалетная бумага. Но мы, пройдя по одному из крупнейших супермаркетов Алматы, можем с уверенностью сказать, что этих всех продуктов, в частности муки, макарон, печенье и туалетной бумаги, точно хватит на всех. В Казахстане 90 кинотеатров. Ущерб казахстанского кинобизнеса составит около 5 миллиардов тенге. Онлайн-сервис невозможен вообще. В этом не заинтересован ни один правообладатель. Ни один фильм, который снимает тот же «Звездные войны» и так далее, и даже наши казахстанские производители в этом не заинтересованы. Нет, это невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok